продолжаем работу над силиконовой формы силикон подстыл всем пальцем не липнет нанесли здесь два слоя у нас следующий этап что делаем при помощи резака у меня вот такой фирма вольфа для меня удобен не найдете можете использовать обычный канцелярский нож подрезаем лишний силикон выбираем потому что он нам здесь будет мешать вставляем нашу опалубку я начинаю сюда с правой части раз тут тоже нам мешает на силикон немножко подрезать нам стараюсь выставлять опалубку заподлицо здесь не видно 1 маленько вот так чтобы здесь было заподлицо дальше при помощи струбцины фиксирую струбцина вот такого плана гораздо лучше и эффективнее чем струбцина плана вот такого когда вы работаете допустим вас толщина вашей опалубки все составляет 32 миллиметра есть 16 до 16 получается 32 торчит вот такая вот часть то есть она струбцина позволяет и больше предметы захватывать да по толщине когда вот это вот торчит часть вы работаете с формой постоянно ходите вокруг нее упираетесь цепляетесь шоркаетесь режетесь и колетесь а вот такой острый угол этой струбцины у этой струбцины захват небольшой но для работы с опалубкой она вполне подходит нет острых углов и форму оббегать вам не приходится мне не нравится именно фирма matrix я пробовал другие вот фирма например сибртех или сибртех не знаю как правильно что не нравится мне в этой вот здесь вот у нее почему-то не прокручивается или прокручивается но очень плохо здесь на гораздо толще наши струбцины литье чугун здесь непонятно вроде бы по исполнению все то же самое но мне не нравится хотя можно использовать и что синие что черные принцип у них один тот же эти подороже самые дешевые стоят 200 рублей вот эти по моему стоит как раз 200 рублей ночью не в каждом магазине если найдете в интернете также продаются у нас с розничная цена вот таких вот струбцин матрика ских 400 рублей вот и вам надо на опалубку 4 штуки посчитайте ну даже при условии что цена не маленькая стеки склоняюсь к ним больше хотя можно и теми первыми которые пока во первую когда только начинал заниматься форме не с чем было сравнить то есть надо было зафиксировать и все фиксировал тем чтобы продавалась магазине не со своей задачей также справились но когда сейчас есть возможность выбирать сравнить поработать одними другими вот вам вам мой опыт бесплатно делюсь вот еще один такой немаловажный нюанс вот смотрите опалку сейчас я выставляю и в некоторых местах видно что здесь вот у нас есть зазор как бы вообще показать сейчас вот например и этой шпажки видно шпажку видно видно что она туда проходит на проходит пройдет и дальше где-то примерно да вот это вот видно что она там туда все условно здесь более плотно получилось почему я сразу не перевернул for этот нашу модель в горизонтальное положение то есть не наклонил ее туда и не начал наносить сверху вот в этом случае конкретно модель небольшая и пластилиновый бортик который и окружает он тоже небольшой если бы у нас пластилиновый бортик был бы побольше примеру здесь расстояние были он был гораздо тяжелее и под собственным весом он начал изгибаться то есть когда форму модель туда перевернули положили бы в горизонте не так как она сейчас вертикально стояла в горизонте наклонили бы тяжелый пластилиновый бортик а еще на улице жара примерно там плюс 23 градусов особенно летом плюс 30 бывает и пластилин сам загибается то есть когда начнете наносить силикон пластилин туда уйдет это суета начнется такая ужасная поэтому акцентирую внимание что надо сделать сейчас вот вы вставляю опалубку вот поставил один поставил другой другую сторону и зафиксировать чтобы наш пластилиновый бортик не загнулся туда что делаю беру пластилин и с обратно и с тыльной стороны формируют дополнительный пластилиновый валик чтобы наш бортик не имел возможности туда уйти то есть пластилиновый бортик фиксирую при помощи пластилина к вертикальной части опалубки все можно это делать как с этой стороны так и с этой стороны как с тыльной так и с лицевой часть допустим здесь у нас есть отверстие да такое надо его убрать обязательно чтобы все было у нас аккуратненько так как форум поедет заказчик заказчик должен быть доволен работой так как основное то что я за то что я топлю это все-таки качество дальше при помощи стека вот такой стек который позволяет нам убирать лишь излишки пластилина у края нашей опалки еще раз да видели что я пластилин который упал собрал быстро при помощи с того же стека вот так теперь и отверстия нету и прилегание плотная и прилепился наш пластилиновый бортик зафиксировался относительно нашей опалубки смещение теперь уже не будет теперь с тыльной стороны также формируем валик если у нас зазор вот как здесь вот небольшие вот видно здесь вот плотно прилегает а вот здесь небольшой зазор то можно делать это при помощи вот такого стека достаточно много работы мы можно делать по помощи него видно убрал я включается эту этот зазор собрал лишний пластилин опять при помощи стека все быстренько нам пластилина не осталось зазоров не осталось все вот примерно вот так вот ну вот сделал две части теперь тоже самое делаем и встретить хлоп стараемся вырубить все это по краю на и фиксируем струбциной зазор собрал Продолжение следует... Теперь есть небольшой у нас зазор, также такой же по верхней части пластилина нашего бортика и опалубы. Сейчас ту же самую операцию проделаю вверху, поменьше раскатаю и переверну. Вот после этого уже можно будет перевернуть нашу модель или будущую силиконовую форму, кому как удобнее. И наносить силикон. Так. Еще край, один тут угол. Делаю. Сейчас покажу, все переверну, покажу, что там щелей нет. Так вот, чтобы перевернуть. Вот так угол. Камеру возьму и покажу. По периметру, да? Раз, все плотненько. Два щелей нету. Три, небольшая вот щелей есть. Здесь просто силикон не дышал. Я это отрезал неаккуратно. Все, в принципе. Можно будет сейчас замешивать силикон. Силикон приготовлю, замешаю и продолжу снимать. И марлю, наверное, подготовлю. Хотя, возможно, и нет. Посмотрим сейчас по обстоятельствам. Возможно, придется просто нанести сейчас слой силикона. Здесь у нас просто два его. И не во всех местах достаточный слой силикона, чтобы наносить марлю. Почему? Потому что может произойти копир-эффект. То есть, наша марлечка, текстура нашей марли или бинта будет отпечатываться на поверхности нашей модели. Ну, это как бы не совсем хотелось бы. Хотелось бы все-таки передать текстуру именно самой модели. геометрию ее. Поэтому сейчас наносим просто третий слой силикона, а на четвертом уже будем армировать марлей. Так что, пока выключаю, замешиваю силикон. Продолжу снимать, когда буду наносить.